Информационная продукция для детей, достигших 6 лет. Русская кухня. Поможет нам в этом Анастасия Попова. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что мы сегодня будем готовить? Сегодня мы будем готовить блюдо, которое называется рыбка под деревенским. А почему сегодня выбор встал именно за этим блюдом? С древних пор считается, что мужчина является добытчиком. И самое основное, что самое легкое может принести мужчина в свою семью, это рыбу. Поэтому рыба всегда в русских семьях была на столах, и она готовится очень легко. И женщина могла заниматься бытом и быстро приготовить еду, которая была сытной, калорийной для всей семьи. Ну, кроме рыбы что понадобится? Кроме рыбы понадобится нам заправка, в которой мы будем мариновать рыбу. Нам понадобится перец, лук, лимон и помидор. Ну и зелень. Зелень для украшений. Так, ну расскажите, вот помимо рыбы, чем еще славится русская кухня? Ну, все знают великую русскую пословицу, что щи да каша – пища наша. Русский народ очень любит готовить щи, при том щи разнообразные. Так же с ингредиентом, как рыба, так и мясо, разница. Ещи с рыбой? Ещи с рыбой. Но оно называется уха. Нет, на уху капусту же не добавляют? Ну, почему нет? Есть разнообразные виды ухи. Эта кухня, она разнообразная, поэтому ингредиенты тоже меняются. Интересно. Так, а еще? Каши готовятся тоже на молоке. И, соответственно, нужно, чтобы каша была насыщенная, вкусная, соплетать определенные пропорции. Например, рисовая каша, она готовится на литр молока. Уже в нашей семье традиционно мы добавляем 5 столовых ложек риса, и это действительно вкусная каша с облетением всех пропорций. То есть она не жидкая, не густая, а именно то, что надо. Ну, все-таки в целом в русской кухне, получается, представлено все, да? Представлено все, да. Она очень разнообразная. От мучных изделий до твердой пищи, до жидкой пищи. То есть мы ни в чем себе не отказываем. Мы можем приготовить абсолютно любое блюдо. Главное, чтобы были продукты. А вот что касательно мяса, все-таки предпочтение какому мясу? Отдают. В русских семьях предпочитают разнообразные виды мяса. Это и баранина, и говядина. Люди кушают и свинину. Ну, наверное, наиболее легкое. Легким мясом считается это курица. А тык-дык-тык-тык? Тык-дык-тык-тык. Лошадь. Ну, лошадь, конечно, мы тоже предпочитаем. Так, ну хорошо, так давайте приступим, наверное. Так, мы начнем с рыбы. Рыбу надо тщательно почистить. Внутри тоже все промыть, все прочистить, чтобы она была абсолютно чистая, чтобы не было никаких потом специфических вкусов, специфических запах. То есть рыба берется в среднем небольшой сазан. Именно сазан? Можно брать любую рыбу, но сегодня я буду использовать именно сазана. Сейчас рыба у меня уже почищенная. Мне теперь необходимо аккуратно прорезать одну сторону вдоль хребта. То есть я прорезаю одну сторону вдоль хребта, чтобы рыба потом была красивая к подаче и, соответственно, смотрелась на столе очень красиво. Вообще рыбку по-деревенски можно готовить в двух вариантах. Можно в открытом виде, а можно в закрытом виде. То есть в зависимости от объема этой рыбы. То есть сейчас у меня средний сазан, и для того, чтобы подать на стол, я его буду готовить в открытом виде. Но можно его также начинять всеми теми ингредиентами, которые я предоставила в начале, но готовить его в закрытом виде. Рыбу я подготовила. Теперь мне нужно подготовить соус для маринада. Для этого я беру... В основном это можно использовать сметану, но мы в своей семье уже приловчились использовать майонез с лимонным соусом. Почему? Потому что он быстрее пропитывает рыбу, делает ее вкус более изящным. И тонким. То есть для любителей, для гурманов, именно лимонный сок, он наиболее является хорошим ингредиентом для того, чтобы замариновать рыбу. Также я использую букет перцев. То есть это перцы разнообразные. Для того, чтобы вкус был пряный, чтобы рыбка у нас была ароматная, вкусная, я использую букет перцев. А на Руси разве был перец? Перец был всегда. Перец был всегда. Это трава, которая используется. Ну и сейчас нам намного проще. Мы можем использовать разные приправы. И разнотравья, как собиралась на Руси, так и сейчас. Это уже готовая продукция. Я добавляю сюда для основы под маринад. Этого достаточно. Обычно букет приправ, он содержит в себе соль, поэтому сюда соль я больше добавлять не буду, чтобы рыбу не пересолить, а лимонный вкус, лимонный привкус мне не испортится. Я перемешиваю эти ингредиенты. Теперь я смело могу приступить к замариновке своей рыбы. Я ее промазываю тщательно. Сначала внутри. А какое можно все-таки отметить праздничное блюдо? Которое исконно, строго на празднике готово. Ну, сейчас даже эта традиция соблюдается, то, что на празднике мы очень часто готовим окрошку. Окрошка, она тоже готовится в двух вариантах по предпочтению семейного вкуса. Окрошка может готовиться на квасе. Квас тоже является традиционным русским напитком. Но также сейчас очень часто готовится на кефире. То есть это в зависимости от того, насколько вкусовая гамма соответствует вашим семейным традициям, семейным предпочтениям. Я почему-то думал, что окрошка все-таки такое более летнее, обеденное блюдо. Ну, вот, например, относительно нашей семьи могу сказать, что мы традиционно уже лет 10 окрошку готовим на Новый год, потому что это нестандартно, это классно, когда ты готовишь не сезонное блюдо, и подаешь это действительно на праздник. Поэтому, наверное, оно и считается немножко праздничным. Ну, а еще какое можно уделить? Очень много готовится пирогов. То есть вы знаете, наверное, обычаи, то, что пирогами, хлебом и солью встречают, например, молодожен. То есть пироги – это традиционно то, что присутствует на каждом празднике. То есть будь то молодожены, будь то старейшины приходят в гости, мы всегда их встречаем хлебом с солью. И пироги тоже бывают либо с начинками, либо без начинок. Те пироги, которые мы встречаем гостей, она традиционно готовится без начинок. Но начинками в основном является курица, и такой пирог называется «курник». Вот у меня рыбка уже замаринованная. Сейчас я уже могу приступать к тому, чтобы ее выкладывать на противень. Я застилаю фольгой. И уже в силу своего опыта я знаю то, что фольгу необходимо промазать немножко маслом, потому что вот эта шкурка, если я не промажу, она просто пристанет к фольге и будет не очень эстетично. Я промазываю фольгой немножко масла. А как праздники проходят? Ой, праздники у нас проходят очень-очень весело. Это и баян, это и гармонь, это и песни, и пляски, это и костры, это веселье, это частушки. Ну и, наверное, такая традиция, когда все прыгают через костер и радуются, например, провожают какое-то сезонное явление. Главное не обжечься. Главное не обжечься, да, соблюдать все правила безопасности. Я выкладываю свою рыбу в развернутом виде. Посмотрите. Рыбка развернутая. А теперь я могу уже приступать к тому, чтобы ее начинять. Первое, что я начну, я возьму лимон. Давайте, наверное, покажу. Давайте так сделаем. Я возьму лимон и тонко его нарежу. Почему именно я начинаю с лимона? Рыба пропитана соусом, содержащим в себе лимонный сок. И чтобы не потерять при зажарке именно лимонный аромат, я этот лимон тонко-тонко нарежу. Очень тонко его надо нарезать, чтобы он не передал свою горчинку от кожицы именно рыбке. Вот он, тот аромат, который присущ вкусным традициям русской кухни с рыбой. Но все-таки можете назвать именно отличительную черту русского народа? Русский народ, он очень приветливый, он очень веселый, он очень гостеприимный. И вообще мы классные. Ну, допустим, путник потерялся, заблудился в лесу, вышел на какую-то деревню, допустим. Может ли он спокойно постучаться в дом и примут ли его? Конечно. Мало того, что он даже может не дойти до дома, он может крикнуть АУ традиционный, клик, который является, наверное, во всем мире опознавательным. Его найдут, спросят, по какой причине он потерялся, место локации прежнее. И, конечно же, ему укажут дорогу, ему помогут. Мы очень отзывчивый народ. Мы никогда не бросаем в трудных ситуациях людей, потому что мы все люди. Так, ну, лимоном заложили, теперь... Теперь я беру лук и тоже прорезаю его, можно кольцами, можно полукольцами. В зависимости от луковицы. И, ну, каждая хозяйка уже знает, лук либо сладит, либо он горчит. Если он сладит, то есть вкусный сладкий лук, да, который является предвестником не очень холодной зимы, да, то есть он не одет, в стол шуб, как говорится, то его можно порезать и кольцами. И сверху по лимону мы раскладываем теперь колечки лука. Какой можно назвать вот самый такой важный праздник? Ну, конечно, это праздник Рождества Христова. Я вообще являюсь... Нет, ну, Рождество Христова все-таки религиозный праздник, имею в виду именно вот народный. Масленица, конечно же, масленица, это приход весны, это песни, это пляски, это сжигание чучела, это такие вот мощные традиции, которые полностью-полностью могут отобразить бытность русского народа. И как раз-таки все приходящие гости, никто не останется голодным, все будут сыты и еще заберут с собой очень много угощений. А все-таки зачем чучело-то сжигают? Что оно сделало? Чучело, оно ничего не сделало, это традиция, которая зародилась издавна. То есть чучело, оно одето во 100 шуб. И чтобы закончить весну, нужно, соответственно, ее согреть. А согреваю чем? Костром. Теплом тела. Но чучело не живое. Грелкой. Чучело не живое, поэтому костром, который дает нам природа. Я приступаю к помидору, это самое красивое украшение нашего блюда. Я также нарезаю кольцами. Коля уже так сложилась по моей традиции украшение этого блюда. Все нарезается очень-очень тонко, чтобы потом не было приторного вкуса какого-то определенного ингредиента. А помидор можно чем-то заменить? Наверное, вкус помидора с рыбой не заменить ничем. Потому что помидор, он сам по себе, по действиям температуры начинает таять и пропитывать также рыбу. А в сочетании с лимоном, с соусом и помидором ничего не заменит наш помидор. Тем более, это сейчас тоже не проблема, даже в зимний период. То есть мы спокойно можем покупать помидоры и готовить вот такие красивые блюда. Ну все, в принципе, у меня на данном этапе все готово. Это я оставляю для украшения готового блюда и зелень тоже. Поэтому сейчас пока мне это не нужно будет. Но у меня есть еще один нюанс, который нужно доработать. Рыбу обязательно необходимо сверху тоже прикрыть фольгой. Вот раньше не было фольги, как справлялись? Раньше готовили в доменных печах и делали это на базе теста. То есть замешивали очень туго тесто и использовали это вместо фольги. То есть я прикрываю свою рыбку, запечатываю ее со всех сторон, чтобы она не поделилась своим ароматом до полного приготовления. Это будет ее секрет. А можно ли вот эту рыбу, например, на гриле приготовить? Конечно, такое блюдо, оно существует, оно называется кокталл. Это традиционное блюдо, наверное, всех рыбаков, всех охотников, которые любят блюдо на костре. Ну вот, в принципе, у меня сейчас уже рыба готова на стадии того, чтобы ее отправлять в духовку. Готовится она будет 30 минут закрыта. При температуре 180 градусов, затем я верхнюю часть фольги снимаю, вынимаю и опять закладываю в духовку. И дальше она еще 10 минут пропекается для образования кокталл очень красиво. Ну что же, давайте поставим в духовку. Так, ну вот, я смотрю, рыбка уже запеклась, да? Да, вот такая красавица рыбка у нас получилась. Мы ее выложили на такой красивый поднос с жар-птицей. И она, как продолжение жар-птицы, постом является. А пока наша рыбка запекалась, я приготовила картофель, чтобы подавать не просто рыбу, а рыбу с чем-то, чтобы было сытнее. Но я очень люблю украшать свои блюда, поэтому под основу картофеля я сейчас сделаю вот такие колечки из перчика. Выложу их по окружности всего подноса и декорирую картошкой и зеленью. Вообще картошка, насколько я знаю, является неотъемлемой частью русской кухни, да? Конечно, наши ближайшие соседи являются белорусы. Они очень любят картофель, они жить не могут без картофеля. И мы тоже очень любим картофель, но он является очень сытным, он неприхотлив. То есть любая семья может выращивать картофель и подавать его к столу таким образом. И мужья наши будут сыты, и дети наши будут сыты. Потому что они довольны, когда все довольны. Вот какие блюда можете назвать из картофеля? Если честно, я не помню, как называется это блюдо, но оно готовится точно так же, как котлеты, только внутрь закладывается фарш, а сверху картофельное пюре. Панируется и жарится на сковороде. Это тоже очень вкусное блюдо, оно сытное, оно калорийное. И доставляет очень большое удовольствие и восторг гостей. Вот так я выложила свой картофель. И теперь я все декорирую зеленью, чтобы моя семья была довольна моим приготовлением, чтобы было все вкусно, сытно и аппетитно. Все-таки можно сказать, что русский народ использует в пищу именно то, что дала природа? Ну, то есть активно использует все, многообразие. Конечно, да. Русский народ действительно использует все то, что дает природа. То есть картофель – природа, природа, рыба – природа, мясо – природа, природа. Даже в постные дни нам разрешается есть то, что дает природа за исключением пищи животного происхождения. Ну, что, например, готовят? В постные дни можно кушать картофель, можно свежий салат использовать, орешки всякие разнообразные. То есть не ограничивать себя только за исключением пищи животного происхождения. Ну, может, есть какие-то специальные блюда? Там, котлеты из капусты. Ну, конечно, русский народ, он приспособился делать и котлеты из капусты, и из морковки, и из, там, всяческие закуски из капусты, например. Это, ну, вообще, капуста, она вообще снабжена стольким количеством витаминов, что ее, наверное, русский народ везде. Это и квашеная капуста, это и капуста в салатах, это и капуста с заправкой. Ну, и, соответственно, морковку. Вообще, русский народ, он сам по себе очень рослый народ. Ну, как говорится, морковь богата витамином Д. Возможно, где-то здесь таится тайна. Ну, давайте еще, наверное, давайте о чем поговорим, о консервантах. Традиционно вообще в русских семьях принято осенью, когда природа дает очень много обилия плодов. Мы закрываем огурцы, помидоры, квасим капусту, подготавливаем, замораживаем морковку, подготавливаем перец. То есть, очень много рецептов, с которыми я впоследствии тоже могу поделиться. А есть какое-то необычное консерванты? Вообще, с недавних пор я вообще не любитель перца болгарского. Но моя мама нашла такой рецепт, когда перец отваривается в маринаде и перекладывается зеленью. Вот это вкус из вкусов, которые, наверное, никогда не запутутся и не надойдут нашей семье. И вот уже, наверное, лет 5 мы традиционно каждую осень закатываем банки именно с возьманием перца. Нет, я не имею в виду современность. Вот раньше как? Огурцы, помидоры. Ну, что-то необычное. С прошлого года, да, мы часто слышим, что такое хрен и его полезные свойства. И русский народ, он действительно с давних пор на своих огородах выращивал хрен, зная о его полезных свойствах. И это коренье, оно закладывалось также в банки. И каждая семья приспосабливалась к тому, как его хранить. То есть, бывало, заливали его водкой, бывало, заливали самогоном, бывали, какими-то еще другими ингредиентами. Главное, чтобы он простоял всю зиму на случай, если заболеет семья. Ну что ж, вот такое прекрасное, замечательное блюдо получилось. Приятного аппетита. Картофель и рыбка по-деревенски готовы. И мы хотим пожелать вам здоровья. Кушать только балансированную пищу природного происхождения, без всяких консервантов. Это была «Философия вкуса». Всего доброго и до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин